Привет, это Андрей Гавриков. Все когда-то заканчивается и также подходит к концу серия моих видео из поездок в марте 2021 года в Иорданию. В финальном видеоролике мы с вами погуляем по Оману, столице Иордании. Побываем в интересных некоторых музеях, а именно музей королевских автомобилей. Это действительно уникальное просто место и там совершенно уникальная коллекция автомобилей. Я как ребенок ходил с такими глазищами и хотел все потрогать, везде посидеть. И второй музей – это музей нумизматики. Совершенно неожиданная находка. В небольшом помещении, наверное, метров 30 может быть квадратных, я не знаю, для плохой глазомер. Но совершенно огромная коллекция различных монет этой территории, соседней ближайшей территории разных периодов. Очень кайфовый музей. Мы прогуляемся, конечно же, по самому Оману, в самом старом центре побываем. Заскочим, посмотрим на рынки, посмотрим, какая движуха на улицах. Пробежимся быстро по руинам древних амфитеатров. Этим уже никого, конечно, не удивить. Ладно, давайте меньше слов и вместе с вами пройдемся по улицам Омана. Услышим эти звуки, ощутим запахи фалафеля, шавармы и других продуктов. Погнали! Ну что ж, финальный день моей поездки. Сегодня гуляю по городу, хожу по всяким музеям, интересным местам. Вызвал Uber. Здесь вот такая вот пластиковая перегородочка. Занавесочка, как вам. Приехал в Королевский автомобильный музей. Здесь есть уникальные образцы автомототехники. Один из них стоит на улице. Это марсоход, который был на Марсе. Но он был на Марсе в фильме «Марсианин». Фильм 2015 года с Мэттом Даймоном. Там, где он картошечку свою выращивал знаменитую. На улице стоит вот еще самолет небольшой. И вон, какой-то не свежий автомобиль. По годам не свежий, не постоянно. Зацените этого красавца. Обалдеть! Это еще лимузин такой. Достаточно длинная тачка. Здесь раз ряд. Второй ряд. Коротенький он такой открывается. Так, понимаете, третий. Слушайте, они вообще молодцы. А это фильм из «Звездных войн» «The Rise of Skywalker» 2019 года. Здесь зал с различной мототехникой. Здесь военная. Но, конечно, вот этот экспонат больше всего привлекает внимание. О! А здесь какая штука прикольная-то. Судя по каске, немецкая техника. Татра. А вот это, смотрите, прикол. 1943 года. Кеттенкрат. Лайт трактор. Точно трактор. Смотрите, гусеница. Прикол. Это автомобиль марки «Хамбер». Я даже такого не знаю. 1946 года выпуска. Королевский как и лискаронный он. Здесь вот фото. Как он выглядел внутри. До того, как его привели в состояние хорошее для экспозиции в музее. Ребят, зацените. Астон Мартин. 52-го года. Такая красотища. Просто фантастика. Ну и вообще, чтобы вы понимали, как здесь выглядит зал. В музей. В первый большой зал я пришел. Линкольн Капри 52-го года. Посмотрите, это просто какой-то космический корабль. Внутри столько места. Бьюик 49-го года. Посмотрите, какие дырочки сбоку здесь, чтобы выходило тепло от двигателя. Я вот смотрю на эти машины и начинаю понимать его величество. Смотрите, какой Мерседес. Ооо, какой кайф. 60-го года. 300 декабря лет модель. Смотрите, как все красиво отделано. Бьюик, Бьюик. Я не знаю, у меня на каждой машине тут просто глаза расширяются от красотищи. Зацените вот эту штуку. Я вообще в жизни такого не видел. 600-ый Мерседес. Пулман 75-го года. Лимузин. Смотрите на него. Он просто огромен. Вот это для меня открытие. Джип Мерседес. 87-го года. 4х4. Land Rover. 1994-го года. Смотрите, кого он возил в 2014-м. Не знаю, видно было вам или нет. Но вот здесь сидушка, специальное кресло. И здесь сидел Папа Римский. Ребята, это машина 1936-го года. В таком мега футуристичном дизайне для того времени. Марка называется Cort. Она, к сожалению, долго не просуществовала. В 1937-м году компания разорилась. Ну как выглядит круто тачка. Я вот вижу за каждым поворотом всю эту красоту и волнуюсь, что у меня батарейки сядут. В камеру я не успею поснимать все остальное в городе. Видео, наверное, масштаб не очень хорошо передается, ребят. Но этот Rolls-Royce, он просто как танк. Он гигантский. Просто огромный. Здесь, я так понимаю, автотехника разных военных и спецслужб. Посередине, судя по всему, полицейский. Здесь вот военная тачка. Посмотрите на формы этих мотоциклов. Ну не мотоциклов, а самих люлек. Это просто какая-то фантастика. Смешной ситрошка. Harley Davidson. Одна модель 26-го года, другая 28-го. Чтобы понимали, да, немного про историю этого бренда. Хотя Harley, я сейчас, но он в 1902-м, если вот верить здесь таблички этой. BMW M1 79-го года выпуска. Я, по-моему, даже вживую такие видел, если не ошибаюсь. Здесь просто куча мотоциклов. Различных крутых тачек. Сейчас подойдем. А здесь, смотрите, что интересно. Mercedes-Benz в разрезе. Mercedes McLaren 2009-го года. Stirling Moss. Всего выпущено 75 таких автомобилей. Один из самых быстрых автомобилей в мире и один из самых редких. Смотрите, Mercedes 43-го года. Бронированный, написано, Armored. Но прикол есть в том, что вот сверху как бы стекло и обычная такая штука тряпичная, которая закрывает голову. Странное бронирование, честно скажу. Феррари, Поршики. Просто мечта для любого пацана здесь побывать. Амфикар. Машина-амфибия, которая может и ездить, и плавать. Ребята, лотус, лотус. BMW Z1. 91-й год. Все-таки, скорее всего, я вот эту бэху видел, а не ту вживую. Могу ошибаться, хотя, конечно. Вы только посмотрите на эту акулу. Какая крутейшая бэха. 65-й год. Купешка. Называется 2000C купе. В таком хроме вся. Я обожаю, конечно, автомобили, которые делали раньше. Jaguar, 1956-го года. Mercedes, 1957-го года. Вы только посмотрите, как этот форт выглядит сзади. Обалдеть. Космический корабль. Экспериментарный мотоцикл Daimler 1885-го года. Хотел очень поближе подойти, пофотографировать, поснимать эту мечеть королевскую рядом с музеем автомобилей. Но закрыто. Я не понял, то ли из-за того, что я не мусульманин, то ли из-за того, что корона, но как-то так. Так, ладно. Нашел по карте, что здесь есть какой-то нумизматический музей. Посмотрел, там пару фоток было в интернете. Вроде есть, что посмотреть. Сейчас пойду узнаю, работает он вообще или нет. Вход сюда бесплатный, но охране надо объяснить, куда тебе нужно, потому что они не очень это понимают. Здесь вот есть уже разные медали. И меня больше всего удивила вот такая вот со свастикой снизу. Здесь просто огромная коллекция древних монет. Александр Великий, греки, в Толемее, Египетске, в Сельджуке, в Сирии. Здесь просто сотни, сотни монет древних. Я в жизни такой коллекции не видел в одном месте. Месопотамия, современная монета. Серебро, золото. Империя сосанидов. Арабо-сосанидские монеты, дореформенные какие-то. Не особо разбирать в этой теме. Я не знаю, настоящее ли это золото или нет. Вот это класс. Я вообще даже не знал, что такие монеты были. Монеты крестоносцев. Крюсайдер стоит с крестами, видите? А это интересный стеллаж. Смотрите, это веса для весов, собственно говоря, взвешивать, чтобы с разных цивилизаций. Смотрите, а бассейна. Сколько здесь разного золота. Тоже красотища. Красотища. Смотрите, а тут стеллаж с ошибками. Да, вот смотрите, видите? Надкусы, или как они там правильно называются? Ошибки с написанием дат. Вон, заготовки. И прочее, прочее. То есть тут реально чья-то коллекция частная, крутая была. Все это вместе. Мечеть короля Вдулы Первого. Одна из визитных карточек Амана. И прямо напротив мечети вот стоит такой христианский храм. Ну, в мечеть, собственно говоря, никак не попасть. Сейчас закрыто для туристов. Отдельный вход он закрыт. Охране, говорит, внутренне нельзя. Ну, ладно. Мечеть Абу-Дарвиш построена чеченцами, которые здесь живут. Здесь немаленький диаспор чеченцев. Карачаевцев, насколько я понял. Армян. Здесь фотографии мероприятий, которые проходят. Насколько я понимаю. Город на холмах, на горах. Поэтому, замечайте, такой замечательный вид открывается. Я здесь был в первый день. Сейчас нашел, опять же, это место. Пришел сюда пообедать. Здесь великолепный фалафель. Тот самый с начиночкой прикольный. Тут везде кладут лепешки, хоть я не прошу и не ем их. Но, что поделать. Центральная прогулка на улице Старого города. Я здесь уже был в первый день, когда были дожди. Погода сейчас очень интересная. Днем плюс 15-17, а ночью холодно. Поэтому, с утра, когда выходишь, одеваешь куртку, а днем в ней жарко. Настолько обалденное чувство. Я не знаю, знакомый с ним или нет, когда ты один. В незнакомой тебе культуре, стране. Идешь сквозь вот так вот людей. Смотришь по сторонам. Тут, конечно, классика жанра. На каждом шагу базар. В смысле, на каждом шагу. Он везде. То есть, все первые этажи отданы по торговле. Но, тем более, что сейчас он в историческом центре. Вот, поэтому тут все рассчитано под это. Ну, и представьте, что здесь, в принципе, я один турист сейчас. За сегодняшний день, в каких туристических местах я еще не был, ни один мне турист не попадался. Сейчас самое обалденное время для туризма, ребята. Это самое обалденное. Забавные манекены. А здесь проходы между домами. Узенькие такие ход, но вот тут сразу понятно, что это антикварный магазин, согласитесь. Серьезно. Отдыхают люди, семьями. Прямо здесь женщина делает намаз слева. Типичный день в Омане. Ну, а это, наверное, один из самых больших амфитеатров, которые я видел в своей жизни. Три яруса. Очень высоко все это. Черкесская национальная одежда здесь. Музей, потому что здесь большая диаспора черкесов. И тут сердце немизмата разрывается. Монеты Османской империи серебряные. Ничего себе серебряные браслетики заценить. Только что сработала сигнализация. Местные спокойно садятся на стуле, фотографируются, которые спрятаны за веревками. Открывают шкафчики старые. Вот сигналочка ты не выдержала. А тут куча-куча кусков разной мозаики. Что-то национальная одежда очень красивая у них. Очень. Если бы мне показали и сказали, что это иорданская, я бы, наверное, не поверил. Я подумал бы, что это что-то такое с Восточной Европы больше. В Румынии может что-то еще. Смотрите, готовят кофе и глиняные одноразовые стаканчики. То есть тебе в нем дают, ты идешь, пьешь, потом выкидываешь. В Индии такая же тема. Только стаканчики там поменьше и под масало чая делается. Горит красный свет, но это никого не останавливает. Все на него идут. По одной простой причине, что в Иордании виноват водитель в любой ситуации, когда сбивает пешехода. Неважно, на красный он шел, не на красный. Выпрыгнул на дорогу, на скоростное шоссе неожиданно. Всегда виноват водитель. Так вот на улице продаются кальяны, угольный развес и разные виды табака. Обожаю, как прикалываются над манекенами. На той стороне вон манекены в хиджабах подняли руки все. Смотрите, машина времени, продаются диски. Музыка, игры, фильмы. Шел я себе по улице, увидел, что здесь рынок и понял, что надо срочно сюда сворачивать. Аргумент у меня очень простой. Рынок это всегда беспроигрышный вариант. Здесь на входе мясо продается свежеотсвеженное. Да, интересно, интересно. А здесь фрукты, овощи. Ну, здесь достаточно спокойно по сравнению с тем рынком, на котором я был в первые дни, когда приехал. Здесь все очень-очень-очень спокойно. Или просто уже вечер, почти 5 часов, и все устали и не хотят шуметь. Здесь, оказывается, целая улица мясников. Я попал, где вот они делают. Прямо сейчас разделывают, смотрите, нарезают. Да, свежел. Здесь продаются уже отдельные части головы баранов, ножки их и разные внутренности. А здесь птицы разные совершенно. Смотрите, голуби. Голуби они едят специально разводят, тоже мне мой гид говорил. Здесь разные птицы. Русские камеры, ютуб. Русские. Аравий, ну-ну. Смол камера. Спай. Сарочки, курицы здесь большие. Ой. Вот то, что там происходит, я снимать не буду сейчас. Голубей ловят. Женщине создают голубей, но он выбирает их. Держит за крылья. И, походу, она говорит, что ребята, грохнете мне их. Птицы. Куда-то увозят. Спасибо. Птицы. О, еще кран. Смотрите, маленькие цыплятки. Маленькие-маленькие. А это такая парикмахерская. Буквально вот на два места. Здесь вот людей стригут. А это сахарный тростник. Из него делают напиток. Прожимают. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Не-не-не. Вот. Прожимает сок, он из него вытекает. И немного про парковки в Амане. Ну, то есть, вот, собственно говоря, отсюда выехать, в принципе, не может никто. Даже вот эти две машины с края, потому что сзади вот так вот. Ну, я так понимаю, это, наверное, все продавцы из магазинов, они друг друга знают. Как и везде на востоке, тут определенные улицы с разными товарами одной категории. На самом деле, достаточно удобная сортировка, на мой взгляд. Все, солнце уже ярко не светит. Где-то через минут сорок будет закат. Вот, чтобы вы не думали, что здесь только и старые дома, и бардак. Здесь вот есть современные районы, где у меня гостиницы, например. Рестораны современные. Куча всяких разных бургерных, пиццерий и прочих всяких разных зданий. Но, как видите, все равно здесь вот на пустыре посередине стоит две палатки, в которой живут, наверное, какие-то бедуины, я не знаю. Цыгане. Цыгане здесь тоже есть. Вот сидит, судя по всему, мама. Дети греются у огня. Хотел, называется, показать вам современный район. Но всякое бывает. Здесь вот, пожалуйста, все строится, делается. Кафешки, ресторан с морепродуктами, куда я сейчас иду. Я был здесь вчера вечером, когда уже было темно. Часов, наверное, 8. Здесь движуха, молодежь. Все места заняты. Все гуляют, общаются. В общем, такая история. Вчера в 8 вечера здесь была такая движуха кучи молодежи. Все занято. Но сейчас в 6 вечера еще пока никого нету толком. Но красивые огоньки уже горят, по крайней мере. Традиционно пишите в комментариях, что вам понравилось в этом видео, что не понравилось. Бывали ли вы в Иордании, хотите там побывать. Мои рекомендации такие, что если вы ни разу не были ни в одной арабской стране, то Иордания, наверное, самый оптимальный вариант для того, чтобы начать знакомство с этой культурой. Посудить сами. То есть, есть море мертвое, красное море. Есть хороший сервис, хорошие отели, гостиницы. Есть совершенно замечательные гиды, которые говорят на русском языке. В подписи к этому видео в описании оставлю как раз-таки контакты моего гида Тайера Самуди, который организовал мне вот эту всю поездку, провез меня по стране. Прямо респект, нижайший поклон. Шукран Тайер, спасибо огромное. Кухня. Люди очень позитивные, доброжелательные. Огромный гигантский пласт истории. Тоже шоппинг, всякие интересные штуки там продаются. Религиозный туризм. Место крещения Иисуса Христа. Гора Небо, где Моисей видел землю обетованную. И так далее. То есть, небольшая страна, но с точки зрения туризма просто совершенно шикарная, замечательная и всячески рекомендую. Ладно, ребят, спасибо за ваше внимание. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо еще раз. Пока-пока. На связи. Субтитры сделал DimaTorzok